И с вами снова программа в правовом поле. Напоминаю, что мы обсуждаем сегодня тему трудового права. И сегодня у нас в гостях адвокат Геннадий Левинский, город Белефельд и со своей проблемой из города Дюссельдорфа к нам приехала Диана. Геннадий, я сразу во время рекламной паузы ко мне посетила идея, а вот за сколько времени нормально должен предупредить работодатель о увольнении своего сотрудника? Вот в данном случае у Дианы, у Дианы подруги, это все увольнение произошло письменно, письмом и в почтовом ящике. Сколько она не заглядывала в почтовый ящик, мы тоже не знаем. Плюс к этому она была на больничном все это время и она три дня вообще из дома не выходила? А вот если нормальный случай разобрать, за сколько времени должен предупредить работодатель своего сотрудника об увольнении? В данном конкретном случае с вашей подругой, конечно же, на каждом увольнении существует дата, когда увольнение было выдано. Но дата не всегда совпадает с той датой, когда увольнение было доставлено. Здесь, как правило, увольнение считается доставленным в то время, когда можно ожидать его доставки. То есть в нормальном случае, если ваша подруга находилась дома, можно ожидать, что она, если не каждый день, то хотя бы каждый второй день будет смотреть в почтовый ящик и видеть, когда заставлено было увольнение. Но она же на больничном? Она на больничном, абсолютно верно. Если она на больничном, то все равно это не освобождает ее проверять почту. Вопрос, который здесь был задан, за какое время в нормальном случае нужно предупреждать. Нормальный случай, это случай, который прописан в законе, когда на увольнении существует причина, обоснованная причина. В случае, если ваша подруга проработала 12 лет на предприятии, то по закону, по гражданскому законодательству немецкому, срок увольнения составляет 5 месяцев к концу календарного месяца. То есть, если, опять же, для увольнения существуют причины, если увольнение обосновано. Геннадий, а вот сразу по факту, а вот причина поведения, это обоснованная уже причина или она не считается обоснованной причиной? На сегодняшний день, из того небольшого количества информации, я, конечно, не могу дать оценку тому, обоснованная она или нет. Здесь зависит все от деталей. Но может ли считаться обоснованной, в принципе, эта причина поведения? Или не может вообще считаться, или может в зависимости от случая? Причина поведения, как таковая, может повести к увольнению. Вопрос, какая причина была и была ли она вообще. То есть, если, как я уже говорил, причина кражи может привести к увольнению и к бессрочному увольнению, без соблюдения срока. То есть, есть причины, которые ведут к бессрочному увольнению. Кража – это типичный пример. Ну да, тоже это поведение. Ну хорошо, а вообще, какие чаще всего причины увольнения встречаются в вашей практике? Чаще всего. Ну, в принципе, если мы рассмотрим, какие причины бывают, то бывают в основном три причины. Первая – причины, связанные с личностью сотрудника. Вторая группа причин – это причины, связанные с поведением сотрудника. И третья группа – это увольнение по производственным причинам. И вот увольнение по производственным причинам – это те увольнения, которые чаще всего распространены. А что значит по производственным причинам? Да, это несоответствие, скажем, занимаемой должности или это что-то более там… Сокращение, кстати, это производственные причины? Вот сокращение – это типичная производственная причина. Это и чаще всего распространенная. Если у работателя нехватка работы, он больше не нуждается в сотрудниках или в том количестве сотрудников, которые у них есть. И он решил отправить некоторых сотрудников на свежий воздух. Это как раз и является той основной самой распространенной причиной. А вот в этом случае действует соблюдение закона о том, что нужно предупредить заранее о грядущем сокращении кадров, скажем, за пять месяцев, в данном случае, или за четыре месяца, не знаю как. Да, то есть сроки, соблюдение которых обязательно необходимо, прописаны или в гражданском кодексе, или существуют тарифные договоры, в которых участвуют некоторые компании, некоторые работодатели. Эти сроки могут быть прописаны как в гражданском кодексе, так и в тарифных договорах. Соблюдаться они должны в любом случае. Соблюдаться должны в любом случае. Ну, это уже хорошо. Правда, в этом случае они не были соблюдены наверняка. А вообще, что такое термин социальный выбор? Я вот слышал, что в юридической практике, в данном трудовом законодательстве есть такой социальный выбор. Что это такое? Социальный выбор – это юридический термин, который применяется при увольнении по производственной причине. Если того или иного сотрудника увольняют по причинам производственным, то работодатель должен учитывать социальный выбор. Что это обозначает? Социальный выбор обозначает то, что работодатель должен в первую очередь уволить, если уже существуют причины, он не нуждается в таком количестве сотрудников, обязан в первую очередь уволить тех сотрудников, которые в наименьшей степени требуют социальной защиты. Кто это такие? Какие-то есть нормы, какие-то правила? Существуют правила, которые в законе не прописаны, которые правила судебной практики. И эти правила зависят от многих критериев. Что такое социальный выбор? Социальный выбор учитывается возраст сотрудника, его стаж на конкретном предприятии, семейное положение, есть ли у него дети, нет детей. Инвалидность является тоже одним из критериев социального выбора. То есть при увольнении работодатель должен уволить того сотрудника, который в наименьшей степени нуждается в защите, в социальной защите. Понятно. То есть если подруга не замужем, значит она нуждается в социальной защите. Ну так конкретно, так вот в общем сказать об этом нельзя. Если здесь нужно знать более подробно, то какие сотрудники существуют еще на предприятии. На предприятии может быть такое, что сотрудники все не замужем и не женат. Ну тогда мы рассматриваем тех сотрудников, которые работают на сегодняшний день на предприятии. И вот смотрим каждого из них, и должны быть работодатели при увольнении по производственным причинам, если сокращение идет речь, к примеру. Он должен уволить того сотрудника, который наименьше всего нуждается в социальной защите. Это всегда вопрос и всегда спорный. А можно ли пересматривать эти вопросы после увольнения? Если увольнение было по производственным причинам, работодатель в суде должен доказать, что он сделал правильный социальный выбор. И вот это всегда является камнем преткновения, из-за которого чаще всего идут споры. Социальный выбор сделать очень непросто, особенно на крупных предприятиях. Чем больше сотрудников, тем сложнее сделать социальный выбор. Потому что что можно сказать? Давайте мы уволим сотрудников, которые самые молодые. Может быть они нуждаются меньше всего в социальной защите. Вот, кстати, это интересный вопрос. Они же перспективные, более молодые сотрудники. И предприятие наверняка сделает выбор в пользу молодых сотрудников, их скорее отставить, а более в возрасте уволить. Но их было в отделе всего 6 человек? В отделе 6 человек было, но... Равноценных ее коллег. Ну, вопрос. Здесь нужно смотреть те детали, которые мы на сегодняшний день не знаем. Здесь нужно подробно изучить то, какой возраст у этих сотрудников, какая у них квалификация. Но если подаст исковое заявление ее подруга, то это будет изучаться, да? Конечно. Все будет в процессе идти и рассматриваться судом. Ну что же, интересно. А вот, кстати, прозвучала причина личная, да? Личная причина, личная или как первая причина? В личности, личного характера. Личного характера. А что значит причина личного характера? Личная причина, если, к примеру, сотрудник в силу своей личной причины не может больше выполнять свою работу. А как это вот понять? То есть у него изменились какие-то, допустим, семейные отношения дома или какой-то у него поменялся, там, я не знаю, нервоз или там еще что-то. Ну, скажем так, какие-то проблемы со здоровьем или что? Причина со здоровьем может явиться причиной для увольнения, но только в том случае, если по предварительному прогнозу он не сможет больше выполнять свою работу. Если он очень сильно заболел, заболел так, что он больше не может выполнять работу. И в ближайшем будущем не сможет. Ближайшее будущее, это сколько? Ближайшее будущее зависит от случая и от конкретного места. От конкретного места. Хорошо, в принципе, это понятно. А вот если уже подается исковое заявление, если уволенный сотрудник решает начать этот процесс судебный, да? Вообще, вот как долго длится этот судебный процесс и как он происходит? Вот вообще, вот если можно описать это. Потому что телезрителю наверняка будет интересно, что он себе представляет. Ну, трудовой процесс идет... Судебный. Трудовой судебный процесс идет в несколько этапов. После подачи иска в суд по трудовым делам, а именно суд по трудовым делам компетентно разбирает вопросы увольнения, суд направляет иск, исковое заявление противнику, то есть работодателю. И работодатель обязан в определенный срок дать свой ответ, обосновать, к примеру, причину увольнения. И суд сразу назначает слушание, первое слушание дела, так называемое компромиссное заседание, на немецком называется Goethe-Fannung. И на этом компромиссном заседании присутствует судья, который является юристом. Он присутствует, истец, и ответчик. И ответчик. Или представитель ответчика, скорее всего так. Или представитель ответчика, адвокат со стороны ответчика. Как правило, судьи вызывают самих работодателя, директора компании или человека из отдела кадров, который вправе принимать какие-то решения в отношении того или иного сотрудника. И там обсуждается вопрос, судья дает первую оценку на основе изложенных материалов, дает первую оценку, имеет ли иск, шансы на успех и какие. И какие шансы имеет защита или она не имеет шанса. Должен сказать, что после компромиссного заседания часто заканчиваются мировыми соглашениями. То есть это самый лучший способ, наверное, урегулировать этот вопрос. Это не всегда самое лучшее, зависит от той или иной ситуации. Некоторые работодатели идут на какие-то компромиссы, и сотрудники некоторые не идут. Если компромиссное заседание ничем не закончилось, к примеру, закончится оно может тем, что или иск признают, или иск заберут, или будет заключено мировое соглашение. Если это не произошло на компромиссном заседании, то судья назначает следующее ослушание дела, и тогда уже собирается судебная палата. В судебной палате участвуют судья, тот же судья и юрист, и два заседателя. То есть плюс два заседателя, и также истец, ответчик. Те же самые лица, истец и ответчик, а также уже тогда слушается дело по существу. Если необходимо, приглашают свидетелей, экспертов. Как долго длится этот процесс? Я понимаю, это заседание на заседание, могут еще переноситься наверняка? Конечно же. Но компромиссное заседание, как правило, назначается в ближайшие сроки. Если подается иск, как правило, это месяц-полтора, в течение месяца-полтора проходит первое слушание дела. Если стороны не договорились, то назначается второе заседание, и уже второе заседание требует немножко времени, уже может происходить после двух-трех месяцев, после первого компромисса. То есть затянуться может, честно говоря, и на год? Да, учите, есть вторая инстанция. Серьезное дело. А вот какой чаще, и опять-таки вопрос из судебной практики вашей, да? Какой чаще иск подают? На выплату компенсации или, скажем, на восстановление на работу обратно? Что чаще? Это тоже очень интересный вопрос. В народе существует мнение, что можно подать сразу иск на выплату компенсации. В принципе, иск от защиты по увольнению, как таковой, направлен на то, чтобы суд установил увольнение недействительным. Ну да, в принципе. На выплату компенсации никогда иск не направляется. Как вообще проходит суд, и как вообще люди приходят к тому, что надо выплатить компенсацию и ее размер? Все это вопрос судебной практики. Ведь на самом деле не существует законов, которые регулируют то, что должна выплачиваться компенсация, или какая должна выплачиваться компенсация. Таких вообще нет законов? Закона как такового нет. Это только судебная практика. Ага. И какого размера компенсация выплачивается тоже нигде не прописано? Оно не прописано. Это опять же судебная практика. Как правило, берется половина заработной платы, средней брутто, за каждый год стаж. То есть если, к примеру, ваша подруга получала зарплату в размере 4000 евро брута, то половина заработной платы у нее будет 2000 брута, это умножить на 12, 24 тысячи примерной компенсации ей бы полагалось, если это увольнение спорное, и суд будет исходить примерно из этого расчета. Ну то есть поэтому, наверное, на мировое соглашение, наверное, чаще идут и на компенсацию, нежели на восстановление опять на работу. Потому как, я думаю, что, в принципе, если опять подруга восстановится в своей должности, ну может быть уже отношение с работодателем будет не совсем хорошим. Ну на самом деле это так. Здесь для обеих сторон существуют определенные риски, если не согласиться на какое-то мировое, не пойти на какое-то мировое соглашение, а дальше идти в суд и идти на следующее, на второе слушание, может быть на вторую инстанцию. Для работодателя есть определенные риски того, что все то время, которое идет процесс, сотрудник не работает, и в случае прогреша работодателю придется платить всю зарплату за все это время. Это его риск, риск немаленький. У сотрудника, конечно, тоже есть риск. Ну первый риск работодатель может сказать, мы вас восстановим на работу, выходите обратно. И будет ли ему хорошо работаться после этого? Да, вот этот вопрос. Но она уже не хочет там больше работать, потому что она говорит, если даже они ее восстановят, то в следующий раз они ее уволят при любой другой возможности. Ну да, то есть могут найти же любую причину. Она на самом деле хотела бы больше получать компенсацию. Ну вопрос, то есть от того, что работодатель скажет, мы восстановим вас на работу, ваша подруга не застрахована. При подаче иска, конечно же, работодатель может сказать, окей, я понимаю, увольнение было незаконное, мы признаем. И мы восстанавливаем вас на работу. Такое может случиться. И если не существует причин каких-то особых ссор на работе, которые не позволяют дальше продолжить трудовые отношения, то это будет нормально. И ей придется дальше идти работать. Но это уже будут не те отношения просто с сотрудниками. Но подруга хочет компенсацию. Да, подруга хотела бы компенсацию. То есть компенсация по закону не прописана. Теоретически нельзя исключить того случая, что работодатель скажет, выходите на работу, мы вас обратно восстановим. Ну понятно, но все равно подается иск на восстановление, а там уже как договорятся стороны. Абсолютно верно. И вот еще интересный вопрос. А вот, кстати, я часто слышу даже от своих друзей и знакомых, вот суббота является рабочим днем в Германии или не является, или как? Или какой-то другой тариф в субботу должен работодатель выплачивать своему сотруднику или сотрудникам? Как это вот? Урегулировано ли это здесь в Германии? Законом? Ну как правило, законом урегулировано, что трудовыми днями являются от понедельника до субботы. Включительно субботу. Включительно субботу. Но у нас действует не только закон, у нас еще есть трудовой договор каждого сотрудника с работодателем. И в общем-то зависит все от того, что прописано в трудовом договоре. Если там написано трудовыми днями являются в понедельник по пятницу, то естественно мы тогда, а суббота это перевыполнение плана, так называемые сверхурочные часы, которые должны дополнительно оплачиваться. То есть здесь трудовой договор урегулирует все эти вопросы, не так, скажем, как законодательство, а уже непосредственно трудовой договор. Конечно. В первую очередь, на что обращают внимание юристы при проверке того или иного случая, в том числе и увольнении, сначала нужно посмотреть, что урегулировано в вашем договоре. Ну да, в принципе, там уже стоять и 2-3 дня. Моя подруга часто выезжала за границу, так как она в экспортном отделе работала, у нее часто были какие-то встречи, договора за границей, то есть выпадала на субботу и воскресенье, она все это время работала. Ну здесь опять же вопрос, то есть что урегулировано в договоре, к сожалению, то есть мы не можем посмотреть, здесь нужно конкретный случай видеть. Ну и что вот, какие советы будут от Геннадия Львинского как адвоката, вот подруги Дианы. Может быть стоит ей обратиться, может быть просто можно что-то ей порекомендовать прямо уже сейчас. Ну вы знаете... Она не предпринимала еще никаких действий? Нет, она не знает, что ей делать, она только сейчас, мысль у нее новая, свое открытое дело. Мы вовремя включили нашу программу. Вы знаете, то есть с точностью сказать, что в конкретном случае делать, сейчас не видя вашей подруги тяжело, потому что нельзя, конечно, оперировать пациента, врачу, не видя пациента. Но тем не менее, я бы рекомендовал в любом случае обратиться к адвокату и учесть также то, что в суд нужно подать, если защищаться от этого увольнения, в суд необходимо передать дело в течение трех недель с момента получения увольнения. Если она точно не знает, то как можно быстрее. Ну а сейчас мы опять переремся на рекламную паузу. Редактор субтитров А.Семкин